Всем привет, уважаемые любители изнутри шахмата. С вами Хрюшковский и сегодня мы с вами разберём партию двух величайших шахматистов, как 6-го чемпиона мира, 1-го советского чемпиона мира, гроссмейстера СССР, международного арбитра по шахматной композиции, заслуженный мастер спорта СССР, шестикратного чемпиона СССР, абсолютного чемпиона СССР, чемпиона Москвы, Михаила Моисеевича Ботвинника, и он сразился против, как ни странно, своего секунданта Вячеслава Васильевича Рогозина. Поехали. Партия состоялась в дружеских рамках матча между Ботвинником и Рогозиным. 1951 год. Поехали. Партия СССР 2 по первому ходу. Центральная пешка белых Е2 и Е4, и черные пошли Е7 Е5 в ответ. Конь Ф3, конь СССР, покажется по стандартному. И обеи стороны переходят потихоньку в испанскую партию с вариантом СССР. СССР, слон Е7, да? Рай Лопес, open. Вот. Здесь белый уходит в короткую рокировку. И смотрите, почему здесь черные пришли слон Е7? Потому что они побили пешку. Потому что, если бы они побили пешку, то черные здесь уже могли играть ладей Е1. Или же могли сначала брать коня. Вот. На СССР 6. И пойти уже тогда ладей Е1. И потом оказывается, как держать пешку на поле Е5? Ладей Ф3, D5? Нет, ребят. Если так бы они играли, то просто получали Д3. Такой-то не обычный ход. И оказывается, то если мы отходим к коню, то ладей Е5 влетает и мы остаемся без ферзя. Черные СССР просто без ферзя. Им здесь надо давать уже коня. Вот. У него два надо играть. Ну, конечно же, это все. Бред. Просто берем королю. И останутся черными без коня. Вот такая вот ловушка. Одноходовая. Созданная белым. Поэтому здесь черные не бьют пешку на Е4 центральную. А выводит своего слона офицера в бой. Белый защищает уже пешку на Е4, потому что уже нету никакой слабости на Е5, потому что, видите, если мы здесь пойдем на Е3, то здесь уже можно на Е4 бить. Нету никакой ладей. Заходы Д5 сильного. Вот. И все. Якобы на этом на Е5 плохо бить. Это из-за того, что просто здесь черные убирают 2-0. И оказывается, мы просто ничего не имеем. Из-за инициативы вот сюда-сюда. И черные фигурки заиграли в бой. Вот. Такая позиция. Либо 8. Конец 3. Вот. И постепенно-постепенно черные охватывают этот перевес. Нет. Даже ошибочка, ребят. Вот. Здесь играют конь Д6 где-то. Конь Д6. Су. С6. ДС. ДЕ5. Вот. Что можно на Е4 бить, поэтому билл защищает пешку на Е1. И тоже сделать плыв на Д4. Б5 игра черные выгоняют. Погоняют. Белых слонов с поля А4, чтобы уже не было никакого взятия. На поле С6. И здесь черные ходят в фаркировку. С3 играют. Белые хотят уже открывать дорогу своему белому ферзю и слону на поле С2. И также хотят уже Д4 провести с фарпостом на поле Д4. Создав пешку и С3. И черные первые начинают проявляться. Вот Д5. Но здесь замечу, примечу, то белые не побили сначала. И сыграли потом Д4. А сразу сыграли Д4. И вы думаете все, то... Ого! А дают пешку. Но нет, ребят. И не дают пешку, потому что просто следует ответ на взятие. А в ответ вот если помните, что вообще эта пешка били, то... Просто мы здесь берем конем. Вот. Открывается получается. Надо здесь бить. Поберем и... Черных здесь плохо. За слона Д5. И все. Или слон Ф4 сначала. Слон Ф4, а потом слон Д5 неиспешный. Вот такой он черных окажется на крютоске. Ни с чем. Вот Ш4 уже есть. И все. Потом ни в коем случае нельзя бить ДЕ. И здесь черные правильно бьют конем. И следует такой вот размен. И черные уже закрывают продвижение пешки Е на поле Д5. С ходом слона и счастья также подкрепляют свою пешку на поле Д5. Вот такая была под нападением черного. Бои белых фрезер и черных и белых слонов. И не видят слона и счастья, защита пешку. И здесь белый как конь Д4. А также здесь... Да, конь Д4. Играют. Ну а здесь также был бы вариант слона С2. Со взятием коня Н4. Но все же. Также конь Д2 там был. Вот. 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 Сонце 2. Вот. Кот вариант. Даши действуют коня НB3. Переводим на поле Д4 второго коня ведем. И затем мы совершаем продвижение Ф4 и Ф5. Но здесь... Последовало иначе. Конь Д4. Конь А5. Конь А5. И Сонце 2. Вот. От ранжировки. Это все происходит. Белый поставили слона на поле С2. И уже пограживают где-то черному королю. На королевском фланге. Здесь. Не побоясь. Это его гроза. Не побоясь. То, что белый сборут коня на поле Е4. Их центрального хорошего. Играют С5. И ошибаются. Потому что следует взять конь Е6. ФЕ. Да. У них лишняя линия. Да. Они напалины пешком В2. Да. Если они побьют коня здесь. У него будет большая инициатива у черных. Но. Следует не взять. И зачем нам бить. Афер Ж4. И оказывается после коня В2. Есть шаг промежуточный на поле Е6. И после королевы Х8. Мы здесь играем. Слоньи 3. И просто черному коню надо уходить на поле Е4. И создавать. Такой вот. Пешечный. Недостаток у черных. Конь Д2. Пешечный недостаточно. Черным создали белые. И уже просто пешку на Е4. Они потихоньку ликвидируют. Своим конем. Поэтому. Если ни в коем случае не забить пешку черным на. В2. А нет. Погибли. Вот. Да. Фантастика. Сами разбегал. Это вариант. А нет. Вариант. Сами. Ну ладно. Здесь. У белых уже выгодно. Вот. Просто был. Пешком Д2. Но здесь. Белые. Почли. Сразу. Пешком Д2. Что. Явился шибкой. Но не критичной. Черные поставили свой конец 4. Кажись. Кажется. Пока гоняют. Белых слона. И нападают на пешку. В2. Поставили коня не на плохую позицию. Увели его из. Из край доски. Вот. Но все-таки. Белые ходят в контрресурс. Как Ферзь. И оказывается. Мы не можем. Черным любить. Слона. Белых на поле Д2. Из-за того. Что просто получаем. Вот. Кудка себе. Вишмат. На поле H7. Ферзем. Вот. Кудка себе. Мат. Черному королю грозит. Поэтому. Здесь. Играю. Черный слон. С4. Нападаю на лунди Е1. И нападаю на коня Д2. Сканем. А слоном на лунди Е1. Семя здесь же три. Играю. Это просто кудка этого следов. И после взятия. Здесь уже следует Ферзь. С4. Остаются. Черные слонди с ней пешкой. Поэтому так нельзя играть. Ж3. А здесь загляли лунди Е2. Белые. Подкрепив свои слоны Е2. И также хотят уже. Твой рычи завести на Д1. Ну не сейчас конечно. Разменивают. Слонов. Плохого их. Хорошего слона. Черных и белых. Но черный. Согласился на этот момент. Вот происходит. Размер на поле H. И здесь белые заводят свое ладьо на 4-ю линию. Нападаю на пешку H4. Которая находится без защиты. Никакой. Ну на Д6. Семя черных. И пытаются активизировать свою ладьо на H8. Которая вообще не в работе. Никак не помогает. Ладьо на H7. Ходят ладью 6-ю линию. Пошу поставить и так же 6-ю линию пешку на H7. После нападения Ладьо на H4. Ладьо на H4. Белые ладьо на H7. СД. СД. И ладьо на H1. Попадают еще на пешку D4. И здесь у белых уже просто выграно. У черных же бан. У белых выграно 100%. За счет слабости у черных на H7. За счет открытого короля черных. И за счет слабой пешки на D4. Вот и за счет белых хорошего слона на поле С2. И плохой ладьо у черных на H7. Конь Е3. И черные пытаются что-то активизовать. Но просто получают Е6. Такой красивый. Получается если бы белые здесь убивали коня. Да. То есть черные бы здесь не били бы. Д. И не оставались бы белые с лишней фигурой. А наоборот. Белые оставались. Без качества. После фигурой А4. Поэтому здесь вот ловушку создал. Грогозин. Но конечно же белые не появились. Сограв Е6. Создали. Можно сказать. Белые. Зачем черные. Себе же ловушку. Себя же ловушку согнали. Вот. Такой вот размен произошел здесь у черных. Уже без качества сидят. И фигурой А6. Белые нападают на черных. И на поле H7. И также уже хотят пойти. Фигурой А4 с нападением на мат. И с нападением на коня. Или же Фигурой А5 просто. Хотя царят шахом. Вот. Это все так и действует. И после ловушку. Держи 7. И ловушку. Черные признались победены. Почему ребята так? Потому что конь на С2. Ничего не может деться. Конь и 3. Пойти. Толк и 3. Последует. Сочи коня. А если допустим. Белые здесь делают. Самосельный ход Фигурой А7. То есть просто. Белые не меняют. Даже Фигурой А7. Да не остается с лишним. А6. Обид пешку на 6. Вот. Пешку на 6. И все. Или же. Второй вариант есть. Ловит коня. Просто ловит коня. Конь и 3. Может пойти золотие Д3. Фигурой А7. Какой-то не работает. Золотие же 3. А если Фигурой А7. Фигурой А7. То здесь также все. Намазано. И силы Д6. Фигурой А7. Фигурой А7. Мы в дальнейшем ловим коня. Ходом Фигурой А7. Д2. Просто конь еще и ловится на С2. Поэтому здесь послойить Д4. И то что. Конь черный никуда уже не убежит. Они себя здесь перезнали попечатленными. Вот такая вот партия Д3, друзья, получилась. Между секундантом Батвинника. Рогозиным Вячеславом Батвинником Михаилом. А если вам понравилось этот видеоролик. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями. А с вами же был я. Михаил Шковский. Как всегда с вами не прощаюсь. Всем адьос.